Всем привет! С вами канал Космостар. После премьеры фильма «Мой ласковый и нежный зверь» Галина Беляева из студентки хореографического училища превратилась в известную актрису. Но дебютная картина подарила ей не только славу, но и радость первой любви. Эмиль Латяну, который был старше юной актрисы почти на четверть века, стал для нее и первым режиссером, и первым мужем. После него у Галины Беляевой были еще два мужа, она стала мамой четверых детей. Но есть в ее личной жизни то, о чем она жалеет до сих пор. В кино Галина Беляева попала совершенно случайно, зато еще с дошкольного возраста увлеченно занималась балетом и после окончания восьмого класса поступила в Воронежское хореографическое училище. Именно там и подошла к 16-летней студентке ассистент режиссера Эмиля Латяну, подыскивавшая исполнительницу главной роли в фильме «Мой ласковый и нежный зверь». На пробы Галина Беляева отправилась вместе с педагогом из училища, но в первый раз она не смогла полностью раскрыться перед камерой. Несмотря на это, Эмиль Латяну настоял на повторных пробах, в этот раз в паре с Олегом Янковским. Благодаря поддержке и советам известного актера Галина Беляева заиграла совсем по-другому и была утверждена на роль Ольги Скворцовой. Так юная танцовщица попала в свой первый фильм, но о карьере актриса еще даже не задумывалась. На съемочной площадке она познакомилась с режиссером Эмилем Латяну, который стал для нее не только учителем, но и первой любовью. Они проводили много времени вместе, Эмиль Владимирович водил девочку на выставки, рассказывал о кино, писал стихи, чем и покорил ее сердце. Их отношения начинались медлительно и осторожно, ведь режиссер был старше на 24 года. После съемок Галина вернулась в Воронеж, именно тогда она поняла, что влюблена. Ее чувства оказались взаимны, Эмиль Латяну писал девушке телеграммы, признавался, что скучает и хочет вновь увидеться. Так между ними начался роман, мама актрисы была категорически против этого и пыталась отговорить дочь, но все было безуспешно. Когда Галине исполнилось 18 лет, Эмиль Латяну сделал ей предложение, он также приехал к ее маме и смог добиться одобрения. Режиссер смог убедить Галину стать актрисой. Она была так сильно влюблена, что решила отказаться от своей мечты и поступила в Щукинское училище. В браке родился сын, которого, как и отца назвали Эмиль, младший. Отношения супругов стали рушиться во время съемок телефильма Анна Павлова, но сама Галина Беляева до сих пор не может понять, в какой именно момент отношение мужа к ней изменилось. Она никогда не говорит о том, что именно стала последней каплей, переполнившей чашу ее терпения. Эмилю, младшему было всего 4 года, когда актриса подала на развод, а ее супруг увез малыша в неизвестном направлении, и ей пришлось разыскивать его всеми доступными способами. Помогла в этом актриса Светлана Тома, она послала телеграмму Галине Беляевой, в которой сообщала, что Эмиль Латяну с сыном находятся на съемках в Карпатах. И даже дала точный адрес. К счастью, бывший муж и жена смогли найти точки соприкосновения, у их сына были и отец, и мать. Эмиль Владимирович мог общаться с Эмилем, младшим в любое время, он возил его в Молдавию и Америку, а Галина Беляева поставила только одно условие – не пропадать так, как это случилось в первый раз. Когда сын актрисы и режиссера вырос, он не пошел по стопам родителей, а стал вполне успешным адвокатом. Самое удивительное, так это то, что Галина Беляева вовсе не хотела больше выходить замуж. У нее был прекрасный сын, она вполне могла его обеспечить, благодаря любимой работе в кино и театре, а вот отношениям с мужчинами в ее жизни попросту не хватало места. Тем не менее, хирург Ливан Сакварелидзе в ее судьбе появился внезапно. Сначала он был ее лечащим врачом, а потом рабочие отношения плавно переросли в романтические. Но даже в тот момент, когда актриса поняла, что носит под сердцем ребенка, она решительно отказалась от похода в ЗАГС. Вероятно, для этого были очень серьезные причины, но их Галина Беляева предпочитает не озвучивать. Она благодарна Ливану Сакварелидзе, зародившегося в 1985 году, сына Платона. Он в самом раннем возрасте снимется в двух фильмах Натальи Бондарчук, Лермонтов и Детство Бэмби. Отношения с отцом ребенка вскоре разладились, но и в этот раз актриса не собиралась препятствовать общению ребенка с папой. Сама же Галина Беляева откровенно наслаждалась жизнью. Она была счастливой мамой двоих сыновей, у нее было собственное жилье в столице, работа в театре имени Маяковского и целая жизнь впереди. И снова она не нуждалась в мужской поддержке или любви. Но она все же встретила свою судьбу прямо на улице, по дороге из театра. Сергей Дайченко, студент юридического факультета МГУ, торопился в театр, чтобы показать кому-нибудь пьесу, написанную его братом. Увидев актрису, молодой человек прошел мимо, но секунду спустя уже догонял ее, чтобы попросить прочесть пьесу. Через неделю Сергей позвонил, но на завоевание сердца актрисы у него ушло несколько месяцев. Галина Беляева очень сомневалась в своем новом знакомом. Она доверяла ему, но возраст, Сергей оказался на несколько лет младше актрисы и наличие у него ребенка от первого брака, стали для нее непреодолимым препятствием. При этом она могла без страха оставить с ним сыновей, которым он с удовольствием читал сказки, помогал что-то мастерить и вообще относился, как к родным детям. Мама Галины Беляевой посоветовала дочери всерьез задуматься, если мужчина так относится к детям женщины, значит он ее точно любит. А позже по совету подруги Галина Беляева отправилась к старцу Науму в Троице, Сергиеву Лавру. Тот, выслушав сомнения актрисы, лишь сказал, что им нужно быстрее обвенчаться. Вскоре они стали мужем и женой, воспитывали сыновей Галины и дочь Сергея, а потом на свет появились их общие дети Анна и Маркел. Но на самом деле детей у них было пятеро, потому что дочь Сергея тоже воспитывалась в их семье. Сергей Дайченко на протяжении вот уже 33 лет не дает актрисе возможности усомниться в правильности принятого когда-то предложения руки и сердца. Он сумел произвести впечатление даже на Эмиля Латяну, с которым Галина Беляева всегда поддерживала отношения. А еще он помог супруге найти отца, с которым ее мама рассталась, когда дочери было всего три года. Благодаря Сергею Галина Беляева еще 10 лет наслаждалась любовью родного человека. Актриса считает себя очень счастливым человеком. Сейчас она с радостью общается с детьми и внуками, гордится тем, что сыновья и дочь выросли хорошими людьми. И сожалеет лишь о том, что когда-то не родила еще одного ребенка.